инаугурация моей мечты только я и мои менты у всех людей самоудовлетворение это мастурбация и только у александра лукашенко инаугурация здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правды и с вами я его ведущий олег бурылов вчера столице белоруссии городе минск состоялась тайная спецоперация самоинаугурация александра лукашенко александр лукашенко тайно вступил в должность президента беларуси присутствие около 700 чиновников и силовиков он назвал этот день днем убедительной и судьбой носной победы по словам лукашенко в этот день президент дает клятву на верность отечеству и народу с особым чувством которым очень много гордости за белорусов которые с честью прошли испытания на прочность прежде всего своих убеждений знаете друзья по законам белоруссии вот это вот клятву до положив правую руку на конституцию александр лукашенко должен был произносить под прицелом телекамер чтобы вся страна могла воочию лицезреть вот эту вот клятву президента белоруссии верности своему народу и своей стране но но кроме небольшого круга лиц чиновников и силовиков эту клятву никто не слышал на следующий день вот это вот клятву зачитала одна из белорусских телеведущих получается что телеведущая теперь президент белоруссии так что ли получается потому что она так скажем всенародно произнесла за президента белоруссии его клятву получается так александр лукашенко похвалил госслужащих и людей в погонах за стойкость мужество и монолитность отметил мудрость работников предприятий которые выбрали цех они площадь друзья не так давно александр лукашенко критиковал силовиков за якобы их мягкость по отношению протестующим мы с вами знаем что очень много белорусов уже было зверски убито повешено говорили что якобы они скончались от сердечного приступа потом находили их окоченевшие посиневшие полностью от побоев тела есть случаи изнасилований дубинками людей насилуют что так они делают белоруссии и вот сейчас слышите что говорит лукашенко насчет работников предприятий недавно многих белорусов уволили с работы за то что они выходили на всеобщую забастовку на их место взяли российских штрейкбрехеров по сути гастарбайтеров друзья белорусы сделали свой выбор но это выбор явно не александр лукашенко знаете член президиума координационного совета белорусской оппозиции павел латушка сравнил эту церемонию с воровской сходкой вот как коронуют воров в законе знаете я полностью согласен с мнением павла латушка он также призвал белорусов бессрочной акции неповиновения вот что он заявил сегодня мы стали свидетелем бессрочной беспрецедентной ситуации уходящий президент который утверждает что набрал более 80 процентов голосов на выборов провел спецоперацию по своей самоинагурации под охраной омон в обстановке тайной секретности в узком кругу успешно свезенных чиновников где ликующие граждане где дипломатический корпус очевидно что александр лукашенко президент исключительно омона и горстки завравшихся чиновников ранее лидер белорусской оппозиции светлана тихановская в ходе встречи с представителями с главами мид евросоюза брюсселе призвала европейский союз как можно скорее вести санкции против белорусских властей заверить что протесты в белоруссии не будут ослабевать и могут продолжаться недели месяцы если потребуется даже годы однако главы мид евросоюза вновь не смогли договориться из-за того что кипр представители кипра они требуют ввести санкции против турции до тех пор пока санкции против турции не будут введены кипр отказывается поддерживать евросоюз по идее евросоюз может вводить санкции только единогласно я не знаю возможно это какие-то интриги потому что кипр это издревле страна является офшорной возможно лукашенко как-то смог договориться с кипром и может влиять через эту страну на весь евросоюз друзья я считаю что инаугурация и клятва верности своему народу должны произноситься публично если человек где президент страны делает это тайно он не является президентом страны он вообще никто как заявил тот же павел латушка лукашенко для нас никто я вот прочитаю сейчас еще несколько комментариев зрителей вот что люди пишут по этому поводу заходишь ночью на кухню включаешь света там у лукашенко инаугурация сегодня тайная инаугурация завтра тайная интеграция сами знаете куда как говорится лукашенко и путин близнецы братья друзья ставьте лайки этому видео подписывайтесь на канал если вам понравилось это видео пишите ваши комментарии по поводу вот этой вот тайной самой инаугурации до свидания с вами был олег бурылов ваш голос правды друзья забыл рассказать еще одну интересную новость доктор медицинских наук профессор руководитель отдела клинической и профилактической и профилактической суицидологии центра имени сербского борис положей категорически не рекомендуют обращаться к спиртным напитком во время депрессии сейчас у нас в россии в белоруссии наступают тяжелые времена многие люди впадают в депрессию в связи вот с этими нечестными выборами я не так давно тоже хотел просто нажраться что называется до зеленых соплей когда увидел все эти фальсификации эти подлоги на выборах в итоге выпил пару стаканчиков винца и успокоился но на самом деле конечно вот это вот может вылиться все в пристрастие к алкогольным напитком то есть проблема никуда не уходит человек но появляется так скажем пристрастие к алкоголю вот чтобы этого не произошло как раз борис положей он рекомендует всем заниматься физкультурой обычно физкультурой и делать пешие прогулки я вчера кстати тоже немножко поджимался немножко покачал пресс по по приседал затем прогулялся почувствовала первых огромный прилив энергии и во вторых знаете депрессия уходит сама собой становится на душе спокойно всем рекомендую заниматься физическими упражнениями и обычными пешими прогулками вот сейчас действительно до свидания с вами был Олег Бурылов ваш голос правды